2022 год для большинства предприятий страны был непростым. Санкции, кризис, импортозамещение. К новым реалиям приспособился не каждый, а кому-то наоборот. Это помогло найти новые пути развития. Сложные экономические условия подтолкнули предпринимателей сплотиться. Как результат новые проекты и возможности для сотрудничества. Высокие результаты достигаются только при большой, слаженной, ежедневной совместной работе. Мы вместе с вами формируем устойчивую экономику в городе и способствуем ее дальнейшему развитию. На сегодняшний день для предпринимателей предусмотрено более 50 мер поддержки. Это субсидии на покупку нового оборудования, предоставление кредитов для проектов импортозамещения, льготные условия финансирования и многие другие. У нас есть прекрасные предприятия, которые являются примером, наверное, для всех АКБ, КП, которые пользуются большим количеством мер поддержки на территории городского округа. И могут, наверное, проконсультировать не хуже нашего управления экономики те, кто еще не пробовал или пытается в первый раз зайти на данные меры поддержки. Не менее актуален вопрос дефицита кадров. Эта проблема остро стоит не только в округе, но и во всем регионе. На сегодняшний день в Матичах число безработных превышает отметку в 600 человек. Тем временем количество вакантных мест более 800. То есть предложение превышает спрос. Мы где-то больше 60 человек взяли в 2022 году, да, набрали. И особенно такие высокотехнологичные специальности, как программисты, электронщики, ну, это общемировая проблема. То есть вот нам поэтому нужно здесь более качественные социальные, не только материальные вещи делать. Кадровый вопрос способен решить целевое обучение. Матичинские средние и высшие учебные заведения открыты к сотрудничеству. Главная цель, чтобы у жителей были рабочие места, а у предприятий высококвалифицированные кадры. В нашем филиале реализуется подготовка по многим направлениям машиностроения. Бывший университет леса, Матичинский филиал, готовит специалистов для лесного хозяйства. Ведется подготовка как для отраслей космического направления, так и IT-специалисты, которые очень востребованы сейчас в нашей стране. Мы предлагаем предприятиям заключить договора на целевую подготовку с абитуриентами этого года и будем готовить кадры для нашего района, нашего городского округа. Узнать о том, какие специалисты требуются на предприятия округа, также можно на ярмарке вакансий. Ближайшая встреча в таком формате пройдет 29 марта в Молодежном центре «Импульс». Алина Саваш, Александр Соломкин, Первоматичинский.